А вот вчера в офисе президента заявили, в нашем офисе президента, я имею в виду, в украинском, что, процитирую, мы ожидаем, что Украину пригласят в НАТО с открытой датой. Это будет конкретный сигнал. Нам нужен, как и всем в мире, сильный сигнал, что путь к членству Украины в НАТО никто не может изменить. Это уже решено и это произойдет, сказал глава офиса президента Украины. А это то, что вчера говорил Штельман, правильно? Что нам нужно на саммите НАТО добиться, конечно, не того, что нас возьмут в НАТО. Нас до окончания войны никто не возьмет, воевать за нас никто не будет. Но нам надо добиться именно этого формата, который первый предложил, по-моему, я. Да ладно, я не беру на себя, слушайте, но это я хвастаться люблю, просто простите. Я сказал, нам нужна такая бумага, чтобы нас взяли условно-досрочное принятие в НАТО. То есть, что вот смотрите, вот Украина сейчас не член НАТО, но подписано соглашение между Украиной и всеми членами НАТО, что мы станем членом НАТО в день, когда последний русский солдат будет секир башка на территории Украины. Вот в этот день мы автоматически, без всяких там рассмотрений, полупаний в носу, изучение козявок на свете, Украина автоматически становится членом НАТО. И весь мир должен об этом знать, и Россия тоже. Что в день, когда последний ее солдат получит последнюю пулю НАТО в себе в затылок, ну или куда он там ее получит, это сейчас не важно, что в этот день Украина станет членом НАТО, и на этом территория ее станет абсолютно неприкосновенной для россиян. Потому что если мы сначала выбьем россиян с этой территории, а потом будем долго думать, то эти раздумья, как всегда, займут несколько лет, и мы снова дождемся следующего нападения со стороны Российской Федерации. Поэтому, мне кажется, вот то, что сформулировали в Офисе Президента, пригласят в НАТО с открытой датой, это, мне кажется, очень хорошая формула. Ну, я это называю, условно, досрочно, будем придумывать, с открытой датой. В смысле, да, вы в НАТО, но в День Победы. День Победы, это, к сожалению, пока дата открытая. Мы не знаем, когда наступит этот День Победы.